Новая станция скорой помощи минимум на 10 экипажей площадью почти 3000 квадратных метров была возведена на месте бывшей инфекционной больницы в Видном всего за 4 месяца. Облик здания максимально приблизили к окружающей архитектуре. Сейчас здесь проведены все коммуникации, завершена внутренняя отделка. Объект полностью подключен ко всем сетям. Сейчас ожидается поставка обороны. 24 февраля поедет оборудование. До 10 марта мы должны все укомплектовать и передать медикам. Проверить готовность объекта приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он осмотрел помещение станции и отметил, что в новом здании медикам точно не будет тесно. Служба скорой медицинской помощи в Ленинском округе получает абсолютно современное помещение для того, чтобы там размещаться, включая возможность отдохнуть между сменами, перекусить, попить чаю. То помещение, в котором находились, они находятся сейчас до настоящего момента, но оно не выдерживает никакой критики. Прилегающую к станции территорию также привели в порядок. Сделали площадку для спортивной площадки, для занятий спорта персонала, положили брусчатки, 2000 квадратов асфальта закатали, посадили деревья. Затем глава муниципалитета отправился в Боброво, где совсем скоро для маленьких и больших пациентов распахнет свои двери восточный филиал Южной поликлиники на 100 посещений в смену. Построили в течение полутора лет монолитный каркас, площадь застройки 1300 квадратных метров, одноэтажный с техническим подпольем. Полностью выполнены инженерные системы, полностью выполнено оснащение, технологическое оборудование полностью оснащено, навигация. Объект полностью готов к эксплуатации. Работать будет в две смены. Здесь будут врачи-терапевты участковые, педиатры участковые, врач-офтальмолог, невролог, хирург, лор-врач. Также здесь будут располагаться кабинеты для выезда узкопрофильных специалистов. В детском отделении оборудована игровая, где ребята могут скоротать время в ожидании приема врача, а также комната матери и ребенка. Все помещения уже готовы к приему пациентов. Впереди лицензирование и торжественное открытие. Как и образовательное учреждение медицины, должна быть в каждом микрорайоне, то есть свой некий такой опорный пункт, своя поликлиника, ФАПЛО или амбулатория, в зависимости от количества приписанного населения. Продолжаем работать в этом направлении. У нас сейчас две большие поликлиники строятся и по госпрограмме, и в рамках инвестиционных договоров, то есть в городе на 750, в пригороде лесной. Ожидается, что свои двери для жителей поселков Боброво и Дрожжино поликлиника откроют в начале апреля. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.